Об опасности новой коронавирусной инфекции мы продолжим разговор с нашим следующим гостем, инфекционистом и вакцинологом Евгением Тимаковым. Он сейчас должен к нам присоединиться по Вайберу. Или по Скайпу. Вот он уже присоединился. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Рады приветствовать вас в студии вечернего хэштега в Тюмени. У меня первый вопрос. Мы привыкли, что и у гриппа, и у респираторных заболеваний есть сезонность. У коронавируса, судя по всему, ее нет. Такое возможно вообще? Да, добрый вечер. На самом деле коронавирусные инфекции сейчас в данный момент мы не можем судить полноценной сезонности, потому что у нас еще не было даже двух-трех лет исследований, чтобы хоть как-то об этом судить. Но если мы берем другие коронавирусные инфекции, это же не единственный коронавирус, который у нас циркулирует, то у другого коронавируса есть сезонность. И это сезонность осенне-зимняя. Что касается коронавируса, который SARS наш, в первый год, в два года, я сезонности, думаю, не будет никакой, потому что пока все население Земли не проконтактирует, не перевалеет, это разные вещи, они проконтактируют с вирусом. Часть будет невосприимчивой, часть вырубит иммунитет в легких формах заболевания, часть действительно, к сожалению, заболеет этой коронавирусной инфекцией. Сезонность никакой не будет, пока есть невосприимчивое население. Но когда появится невосприимчивое население, коронавирус приимет, скорее всего, сезонный характер. Он все-таки не стоит ультрафиолетовым излучения, то есть летом этого вируса будет гораздо меньше. Этот вирус сопередается при тесном контакте, при скученности большей. То есть это не как грипп зашел, кто-то в лист, потом мы зашли после больного гриппа и заболели этим гриппом. Вирус передается при длительном тесном контакте. То есть когда люди начнут закрывать окна, форточки, станет прохладно и холодно, и будет скучность людей, скопления людей, которые будут друг с другом тесно находиться, вот тогда этот вирус примет свой сезон. Скорее всего, она будет такая же, как и у гриппа. А у нас уже холодно, мы уже начинаем закрывать. Просто мы из Тюмени вам звоним. Знаете, на самом деле, сколько экспертов, столько и мнений. И в первую очередь, мне кажется, этому нас научил коронавирус. Вот некоторые эксперты отмечают, что осенью стало больше как раз пациентов, у которых ковид протекает в более сложной форме. Что говорят ваши наблюдения? Возможно ли такое? Вот опять же, длинный этот ковид, о котором Мурашка заявил, это вот он как-то мутирует? Что с ним? Ну, на самом деле, ко всем заявлениям экспертам нужно подходить, как говорится, дифференцированно. Каждое предположение должно быть обосновано и не должно быть взято из головы каким-то образом. Давайте так, осенью ковид действительно протекает немножко тяжелее, но при этом у нас есть методы борьбы с осложнением профилактики, что нивелируют эти процессы. Почему тяжелее? Потому что, во-первых, длительная изоляция людей, которая была летом, весной, люди были, многие на даче, многие не работали, никуда не выходили, друг с другом старались не контактировать, заметьте. Это никаким образом не тренирует естественный врожденный иммунитет, который у нас есть. То есть человек не контактирует с новыми бактериями. И логично вполне, что когда он выходит в свет в общество, сейчас заболевает основной кто? Группы риска, пожилых, кстати, появилось больше заболеваний, к сожалению. И те, кто сидел реально на масочном режиме, никуда не ходил. То есть люди, которые не тренировали свой иммунитет. Так как не было тренировки иммунитета, то логичнее всего понять, что коронавирус, как первая инфекция, которая попадает в человека после изоляции, после карантина, естественно, будет протекать в более сильной агрессивной форме. Поэтому я очень рад, что у нас сезон осенний, сентябрьский, начался с ОРВИС обычного. То есть появился просто обычный банальный насморк, который вызвал риновирусную, аденовирусную инфекцию. И таким образом часть населения, скажем так, войдя в волну первой ОРВИ, подготовились к тому, чтобы не заболеть коронавирусом. Потому что они посактивировали свой внутренний, тот самый, клеточный рожденный иммунитет. Поэтому да, действительно, осенью болеет в данный момент. Именно в данный момент болеют больше. Но в этом мы с вами зачастую виноваты. В интервью нашим коллегам вы сказали, что в этом году опасность исходит не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Что не так с ним в этом году? Он какой-то более заразный, более опасный. Ну, грипп на самом деле всегда опасен, всегда заразен. Как я говорил, грипп от достаточно небольшой количества вирусных единиц, чтобы заразиться. Если кто-то в доме, в семье заболел гриппом, то, скорее всего, 80-90% семьи точно так же заболеют, если не делали прививки от гриппа. Это первое. Второе. И коронавирусная инфекция, и грипп, к сожалению, имеют одни и те же тропные органы. То есть органы, которые они бьют. Они бьют по легким, они бьют на сосудистую руку. Часто бывают инфаркты и инсульты. То есть если подряд заболеть двумя вирусами, то это будет очень тяжелое протекание заболевания. А подряд заболеть очень легко, к сожалению. Потому что два вируса эти проникают в организм, еще раз говорю, при контакте с людьми. А люди сейчас не все выполняют ту же самую дистанцию, масочный режим. Следующий момент. В этом году приходят три новых вида гриппа. То есть даже если бы не было коронавируса, риск заболеть в этом году гораздо больше у всего населения. Потому что приходят три штамма, у которых у нас еще нет иммунитета. Поэтому я у всех прошу, как бы кто верил в прививки, не верил в их эффективность. В этом году все-таки, так как вакцины от гриппа имеют очень мало помощных эффектов, к счастью, современные вакцины, они очищены, они не имеют такой реакции, как 20-30 лет назад. Все-таки сделать прививку от гриппа, перестраховаться и хотя бы от одной инфекции быть защищенным. Не на 100%. Защита полноценная на 100% от вакцины от гриппа, это все, знаете, мифы. Такого нет на самом деле. Прививка не защищает на 100% от заболевания. Эффективностью 50-80% в зависимости от того, как человек среагирует на нее. Но от осложнений нас спасает очень хорошо. Вот у меня есть такой вопрос, который, конечно, не предполагает короткий ответ. И он не самый благодарный в период пандемии. Я про прогнозы. Как вы считаете, а мы сможем коротко, как вы считаете, как долго продлится вот это вот осеннее повышение заболеваемости? Когда мы сможем уже в общественных местах спокойно ходить и не оглядываться на людей, которые неожиданно чихнули у вас за спиной в ужасе, что ты на улице маску не надеялся, страшно, задержал дыхание, закрыл глаза и убежал подальше от этого места? Значит, на улице маски не нужны. В помещениях маски до Нового года рекомендую настоятельно оставить. По ситуации будет во всех регионах по-разному. Если брать по Москве, потому что я из Москвы в данный момент, то недели через 2-3, если все меры, которые сейчас соблюдаются, сделаны, они будут соблюдаться полноценно, через 2-3 недели постабилизируются. И до конца января будет потихонечку споздать. Но до конца уйти от инфекции у нас не получится. Она всегда будет у нас выявляться, независимо от чего. Количество человек 500-1000, оно будет постоянно до следующего года, я думаю, это однозначно. А по регионам вот этот пик будет зависеть от того, как быстро нарастает волна, не волна, а вот эту подразумность, будем называть ее волной. И как местные власти делают профилактические мероприятия, не останавливая при этом экономику, не сажая людей в изоляции. Это самое главное. Спасибо большое. К нам по скайпу из Москвы присоединился главный врач медицинского центра, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тиммаков. Продолжение следует...